Ребят, меня слышно? Слышаю, Сергей. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Так, ждем остальных. Вместо кабинета доски и классного журнала, компьютер и интернет. Этого достаточно, чтобы учитель математики 25-й школы Юлия Аникина провела полноценный, но виртуальный урок. Сегодня ученики 11-го класса повторяют курс алгебры и начало математического анализа. По видеосвязи ребята вспоминают логарифмические уравнения. На носу единый госэкзамен. Все, верно. Итак, теперь переходим на задание геометрии. За полторы недели самоизоляции ученики уже привыкли к виртуальному общению с учителем. Юлия Аникина признается, что в начале эксперимента прогнозировала снижение качества обучения. Однако теперь уверена, ребята получают тот же уровень знаний. Это показывают промежуточные контрольные. При этом подростки более раскрепещены и активны. А в случае плохо усвоенного материала или отсутствия на уроке, ученики всегда смогут восполнить пробел, посмотрев видеозапись. Все материалы сохраняются на школьном портале. Данные платформы и данные методы обучения, они доступны всем детям. Потому что наши дети, они современные, у всех есть гаджеты, они очень быстро вливаются во все новое. Мне кажется, даже быстрее, чем мы. Им это очень интересно. И я считаю, что на сегодняшний день в той системе, в которой мы работаем, в расположившейся ситуации, качество образования на него пойдет. Дистанционный формат обучения предположительно продлится до 30 апреля. Это позволит ребятам подготовиться к экзаменам и безболезненно пережить эпидемию. Александр Сергеев, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.